Всем привет, друзья! С вами Доминиров и сегодня я расскажу, сколько будут стоить скинчики из нового Голд Пасса Ауткаст. С вас прямо сейчас лайк, пиши айдишни в комментариях и я разыграю между 5 подписчиками халявный Голд Пасс с уровнями, поэтому будь активен, смотри видеоролик от начала до конца, а мы начинаем. Ну и что, друзья, ко мне начали обращаться с просьбой и рассказать, сколько же могут стоить скины из нового Голд Пасса, сколько будут стоить арканы, сколько будут стоить наклейки, ножик и тому подобное. Поэтому давайте сразу же начнем, начнем мы с вами с оружия, оружия у нас очень много здесь рарных, целых 4 предмета, поехали! МАК-10, он имеет паттерны, в целом не какой-то там особенный скин, по стоимости примерно 0.50-0.70 Голды, на старте он будет стоить чуть дороже, но по итогу будет падать. Конечно же, со временем вырастет и уже неплохо может стоить, ну конечно, как инвестиции отстой. Дальше, Юсп Корот, блин, прикольный Юсп на самом деле, все равно, но по стоимости не больше 1 Голды, это факт, это рарка и сейчас в последнее время рарки из пасса очень дешевые. М110, 0.50-0.60 Голды делать нечего. Освал, друзья, у нас будет стоить где-то 1.5-2.5 Голды, в целом он такой красненький, рарный из пасса и вообще у нас не очень много скинов на освал, поэтому он будет стоить чуть дороже всех своих вариантов. Кстати, по статрексским версиям забыл, статрекская версия будет примерно 8-10 Голды стоить, аналогично с Юспом, Юз будет чуть подороже, потому что он чаще используется, около 10-12 Голды. М110 также на понижение, около 6-7 Голды статрекская версия. Освал будет, кстати, стоить, ну, наверное, по 20-ку статрекская версия, опять же, потому что у нас скинов на освал очень мало. 5-7, блин, 5-7 прикольно смотрится, такой токсик, обычная версия, ну, Голды 4-6, татрекская версия уже за 20-ку вполне может перевалить. Как бы, может, кому-то он зашел, но я бы его оценивал не больше 15 Голды, наверное, ну, такой посредственный искин. Дальше у нас с вами эпический Юмп, блин, Юмп прикольный, но по цене тоже сильно апаться не будет, то есть около 8-10 Голды, статрекская версия 15-20, как бы, ну, это мое мнение, касаемо Юмпа дорого, он стоит не будет. Пулемет. Пулеметы в этой игре делаются, ну, самыми, наверное, крутыми скина. Обычная версия такого пулемета будет стоить также где-то 8-9 Голды, статрекская версия, ну, порядка 20. Опять же, мое мнение, дорого эти скины стоить не будут, пулемет у нас достаточно редко в игре используется, ну, оставим примерно такой ценник. По дробовикам, уже обычная версия может стоить 30-40 Голды, статрекская версия за сотню может стоить, это Лего. В целом, я считаю, что вот ее так можно оценить. П-90 у нас с флотами, он из вот этой коллекции и будет стоить явно подороже. Обычная версия 40-50 Голды плюс, статрекская версия уже за 120, ну, примерно 150 Голды, все в зависимости от того, насколько их падают. Ну, я бы оценил этот скин как бы не больше 120 Голды в статрекской версии. Ну, само собой, с дальнейшим ростом. Нормальный скин. Освал. Освал будет достаточно дорогим. Опять же, здесь на нем есть паттерны. Сейчас, вот видите, вот этот смайлик, сейчас я вам найду вот этот смайлик. Он будет достаточно дорогим, потому что это легендарка. Это легендарка на новое оружие, которых, опять же, не так много. Обычная версия может стоить выше 100, а статрекская уже 400-500-600 Голды, ну, спокойно. Потому что их очень мало, и вообще, сам по себе скин очень интересный. Он такой бензиновый, ну, и так и написано, Oil Shin. Очень прикольно смотрится, ну, вообще поведешь. А если он у вас еще и с классным паттерном, то вам очень сильно повезло. Я бы оставил этому скину оценку как бы, ну, 500-600 Голды в статрексской версии спокойно. Новый Диггл Fusion Core. Блин, хороший Диггл, особенно вот если вам такой паттерн дропнется, если он будет хорошо, значок радиации лежать, либо вот такой фиолетовый. В целом, моя оценка этому скину примерно 500-700 Голды обычная версия, статрековская, от 1,5-2 тысяч. Но, опять же, поскольку это Диггл, он часто используется, он популярен. Ну, плюс 2 тысячи, как бы я бы оставил запас 2-3 тысячи, там пока непонятно. Опять же, их достаточно много нападало в обычной версии, поэтому ценник обычного, как обычно, будет 500-700, а статрековская, ну, трешка точно. Ну и самое сочное, это Мочка. Новая Мочка, очень классно смотрится. У меня такая есть, но я посмотрел, что многим даже с 75 уровня выпало 3, даже 4 такие Мки. Поэтому обычная версия, ну, недорого будет стоить, не больше 900 Голды. Но статрековская версия может даже достигать 3-4 тысяч с дальнейшим повышением. Посмотрите на М-ку Лоу-Зе Тайгер, посмотрите на М-ку Паладин, да и вообще на все АС-ки. Это оружие пользуется популярностью, статрековская версия, да еще и в таком раскрасе, может очень неплохо стоить. Поэтому я дам этому скину оценку обычной версии. 800 Голды, статрековской 2 500, 3 500+. Дальше наклеечки. Наклеечки у нас, ну, на самом деле уже все банально работает. Рарка будет в диапазоне, любая из этих рарок будет в диапазоне 6-9 Голды. Вот эти, ну, более-менее будут, которые имеют анимационный эффект. Они будут нормально стоить, остальные, ну, подешевле. Эпическая наклейка, любая из этих, она начнется у нас с понижения. То есть, вот это будет от 13-14 Голды ниже. Эти все вниз и вниз. То есть, Алерт вообще может спокойно 9-10 Голды стоить. Вот эта наклейка 11-12. Само собой, с дальнейшим повышением. Если вам интересна тема, что же закупить из этого пас-пропуска, во что инвестировать Голду, чтобы она приумножилась уже к следующему обновлению, ставь лайк. Не забывай участвовать в прокачке инвентаря. Для этого нужно, опять же, смотреть видеоролики до конца, быть активным подписчиком и написать айдишник в комментариях, чтобы я вас мог выбрать. Если что, пишу с официального аккаунта с галочкой 12145321. Никакие логины и пароли запрашивать у вас никогда не буду. Поэтому не ведитесь на эту фигню, ребят. Если напишу, то только официально с галочки. Никакие левые сторонние приложения не верьте. Ну и аккаунты другие тоже. Короче, легендарки, легендарки. Ну, 30, 40, 50. Не больше 50 Голды они будут стоить. В последнее время, говорю, у нас не ценятся скины, не ценятся наклейки. Пасы постоянно выходят, ценники очень низкие. Школьники руинят стоимость, поэтому ненадолго это все дело уйдет. Само собой, с дальнейшим повышением, опять же, если хотите, чтобы рассказал, что стоит закупить, что 100% окупится. А я в этом шарю. Как мы посмотрим, вот у нас есть фиговая туча наклеек. Я в этом шарю. Реально я замучаюсь их там листать. Поэтому ставь лайк и обязательно все расскажу. И аркана. Аркана это что-то с чем-то. Эта аркана будет стоить 350-400 Голды. Вот эта аркана, она, наверное, самая топовая из последних, которая выходила. Я бы ей дал оценку 500-550. Но я посмотрел, они достаточно часто падают. Поэтому стоимость ей будет на рынке, ну, 450-500. Как-то так. Хотя аркана, ну, я бы ее оценивал в 1000-1500 и выше. Ну, она очень даже неплохая. Ее на коллаж налепить вообще сок будет. По граффити, ребят, не даю оценки никакой. Как бы это вообще бесполезная история. Но вот по брелочкам. Брелки всегда в этой игре рандомным образом распределяются. Я им дам просто свою оценку, что сколько могло бы стоить. То есть рарный брелок 10-15 Голды. Любой из этих вот зоны 9 Проджект можно подороже. Вот этот брелочек можно уже за 20 впаривать. Брелки-ключи 25-30. Койотик 30. Это 20-25. Легендарочка уже 40-55. Это недорого. Тоже 35-40. Это аналогично. Аркановские брелки уже чуть подороже. То есть в целом они выглядят достаточно неплохо. То есть в диапазоне 500-600 Голды можно их считать. Давайте посмотрим, сколько будут стоить у нас ножи. Я их выставлю по топу. Это лично мое мнение. Напишите ваше мнение в комментариях. Как вы считаете, какой нож, какое место заслуживает. То есть в моем топе первое место занимал вот этот ножик зелененький. Дальше это топ-2 однозначно. Топ-3 брал бы вот этот ножик, потому что он имеет паттерн. Это бензиновый стиль. Топ-4 разделяют вот эти два ножа. Ну и топ-5 вот этот с паттерном. Как бы здесь просто металлический, типа какого-то патина. Не знаю, мне меньше всего нравится этот ножик. Вот этот еще более-менее, ну как бы этот совсем непонятный нож. По стоимости вообще кошмар, короче, полный. Примерно 1700-1800 Голды. Аналогичная история 1600-1900 Голды. То есть диапазон вот этих ножей будет не выше 2100%. 2000 они не перевалят. Они будут ниже. Я уверен, что намного ниже даже, чем я сказал. Этот ножик там аналогично 1300-1400. Все вот эти ножи, они будут стоить в диапазоне от 1100 до 1700 Голды. Это вот такой вот диапазон у них. Не выше, ну ниже. Я сомневаюсь, что они должны падать. Потому что новые ножи, в целом на них скинов не так много. Возможно, как бы что-то там плюс-минус 200-300 Голды. Я бы оценивал их так. Вроде бы все по этому пассу. Посмотрели наклейки брелки. И если вам интересно, чтобы я рассказал, что вам стоит закупать, куда Голду инвестировать, ставь лайк, пиши об этом в комментариях. Если наберется хороший актив на этом ролике, я обязательно сделаю для вас контент. С вами был Доминиров. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok